Приветствую судоводы, любители и также нелюбители. Почтенные, полупочтенные и совсем не почтенные. Смотрите, что получилось. К сожалению, я в ряд причин и обстоятельств не успел. Не по моей, как бы, скажем, косвенно, не напрямую, не по моей вине тоже, то есть был слишком медлительный, и миндаль у меня собрали из-под носа, воровые дети. Ну, будучи ребенком, я бы тоже не удержался. Что выдает наличие миндаля? Сейчас я краткий ролик засниму, не знаю, выложу ее по просьбам, если захотят люди на суд, выложу его. Экспертное заключение по миндалю. Вот факт. Значит, вот это пустые валяются. Что выдает? Ну, конечно, снять миндаль хотелось бы, чтобы о нем рассказать. Выдают вот эти вот плодоножки. Вот они. Вот здесь было крепление плодов, и достаточно много. И последние миндали. То есть миндаль в Беларуси может быть передней, передней, передней. Вот. Вот последняя. Значит, вот полноценный миндаль, который здесь вот мне дали соседи. Вот я отламываю. Вот этот миндаль у нас тонкокорый миндаль, который пустой. Вот это все пустышки тоже. Но вот эти вот вполне себе твердые, хорошие миндали. Значит, было плодов из-под майонеза ведерко. Это, поверьте уж мне на слово, чистых плодов. Соседи пробовали, сказали, что насыщенный миндальный вкус, аромат такой классический. Далее. Дереву этому 4-5 лет. Вот у него, видно, молодая ростовая кора. Вот такие вот минные приросты. Каждый год. Вот это вот был один год, второй год, третий, четвертый. Свел. Я его выкладывал, как он свел. И что можно сказать по миндалю? Да, миндаль определенно может расти в Беларуси. Он может расти конкретно по юго-западу. Это Гродно-Брест по линии и на Полесье туда, вплоть до Гомеля. Почему? Потому что он любит песок. Это у нас в Полесье все песчаное. Вот наш полеський песочек. Вот такой вот, как в детской песочнице или в кошачьем лодке. Я часто говорю. Песок настолько твердый, что в нем растет мор. Песок любит миндаль. Миндаль любит песок. Почему? Потому что песок быстро накачивается воздухом по весне, набирается. Он прогревается быстро, начинается вегетация, нервит корни по ряду причин. То есть, далее туда, на Минск, это при наличии песка или строительного мусора, битых кирпичей, среди гаражей, вот так вот кирпичных стенок. Здесь, кстати, мне очень напоминает Симферополь или какой-нибудь Сухуми. Вот в Абхазии, там мыс Питсунда, где Будаута, где много камней, старая архитектура, такие вот особняшки. Вот старый Брест точно так напоминает. Сейчас у нас десятая, какое десятая, последняя декада октября, заканчивается октябрь, где-то двадцать шестое. Двадцать пятая сейчас. И у нас еще мы видим, вот он, вечно зеленые листья, полувечно зеленый Миндай. Он меня удивил, какая-то была теплая зима, до минус 17 были морозы и часть листьев выдержала. Значит, Миндай будет при условии песка, первое. Второе, пристеночная культура, вот как здесь. Надо только поработать с девичьим виноградом, и здесь соревнования с абрикосом. Вот, и он будет при условии, что у нас будет два дерева. Вот это второе, первое дерево, которое я снимаю, оно было более огружено. Это сорт Киргизия, вот его, наверное, назвал, потому что брал у знакомых киргизов в магазине специй, покупал у них. Здесь вот тоже вот был. Вот, последний Миндаль, который я хотел заснять, его утащили дети, он был раскрытый. Вот плодоможка от Миндаля. И обратите внимание, везде клетчатки, везде цветочные почвы, они будут очень ярко и красиво свисти, при условии, если температура не будет падать ниже минус 25-27. Что касается этих деревьев, они переживали, было кратко минус 25 в Бресте, была зима, и они нормально пошли к себе расти. Замечательно. Ещё раз резюмирую, по всему Бресту, по окрестности, там, Кобрин, Ржаны, Пружаны, Каменец, Каменюки. Всё это может быть. Миндаль может быть. Вот ещё один пункт там остался. Хочет, попробуем снять его. Самый миндаль. Вот он, твёрдый. У него, возможно, себе хороший миндаль. Да, вот он завязался. Семена были мельче. У всех у них были, вот это был самый крупный. Сейчас я вижу, что семена укрупнились, потому что ему здесь нравится. По формовке миндаля замечательно, он приносит обрезку, в отличие от перска, никакой камеди, никакой курчавости. Сам отсушивает ненужные ветки. Вот пошёл волчок, потом ветка перехватила, и эта ветка уже фактически отсыхает. Там можно удалять. Здесь тоже я прищипывал, и ветка пошла скелетно. Я думаю, ближе к весне здесь из-за этого раздвоения я ветку вырожу, чтобы пошёл на один слой. Был обкос, достаточно жёсткий, жестокий обкос, и дерево замечательно его заросло. Ну, вот уже сетку можно будет снимать. Начинается макристая кара, и уже обкос не страшен. Вот, что ещё добавить? Значит, часто я много саженцев миндаля реализовал, и есть такая проблема, что саженец взял и не прижился. Он стоит, чахнет, у него такие характерные чёрные побеги, вот как здесь отсохшая ветка. Он такой стоит, побег чёрный, а часть плутков зелёный. Это грибковое заболевание, и, видимо, что-то пошло не так, в том смысле, что пострадал при пересадке. То есть центральный стажневой корень миндаля был повреждён при пересадке, саженец с голым корнем. Ни в коем случае не рекомендую сажать с голым корнем миндалей, которым старше 2-3 года. То есть саженец с голым корнем только гадиричок. Вот, видите, вот здесь вот я вырезал ветку. Она вообще наверх смотрит, вот в этом году и всё, её зарубцуют, и даже ничего не будет видно. Здесь пошли вот эти вот напряжения здесь на коре, контрафорсные. Я пилу, я спилю, краска яблонька, вот хорошая, акриловая краска, которая, слушай, ни в коем случае не на них отваров, ничего. Или вообще ничем не сможет, просто длинный замазать. И всё, мы убираем вот эти струи. Дальше, посмотрите, это вот 5 или 6 лет, 6, по-моему, лет. А вот ещё один плод я вижу. То есть даже можно задуматься о каких-то плантациях миндаля. При том, что культура абсолютно не прихотливая. Вместе с абрикосом они могли бы составлять лесопосадки на полисе. То есть абрикосы, где я там с детства мы ездили, нашатские озёра рыбачивают. Там всё в абрикосе, в жарделе. Вот как в Бресте тоже жарделе распространилось. Миндаль может пойти просто здесь в лесную культуру. Я посадил в сосновом лесу, они замечательно растут на миндале. Кратко по вращу миндаля у меня есть на канале видео. Я использую тетропакеты. Чем глубже тетропакет, тем лучше. Сок, рич или вот эти вот фирмы тетропаки. Наш сад там, мой сад или как он называется. И надрезается снизу, уложу мох или опилки. Рыхлый субстрат какой-нибудь. Можно вообще без земли условно там лечу за сперлитом. И снизу поддоманное, чтобы вода здесь запитывалась. За сезоном полностью осваивать. То есть, этой гильзией можно сажать. Точно так же выращивается фисташка, персик. И они садятся там по склону, где вам уже хочется. Чем беднее почва, тем лучше. Ну, с миндалём ещё так, что он любит солнце всё-таки. То есть, там, где посадил сосновый лесу, он тянется сильно. Здесь поджимает и улучает. Тоже саженица вытянулась. А второй саженицей более раздольно растёт. Там, хотя его вяз поджимает. И, конечно, мандалю надо раннее цветение для красивой тонны. То хорошо. Хвойное, чтобы сзади была стенка. И, чтобы не было ветра, ветродуя весной. Сейчас, дай бог памяти, по-моему, в конце марта, начале апреля он свёл. Да, да. Когда он свёл. Надо будет посмотреть видео. Ну, и, к слову, здесь рядом персик, который очень пострадал от крючалости. Вот, посмотрите, насколько роскошнее смотрится миндаль по сравнению с персиком. Я бы миндаль ради листьев садил и ради цветения именно. А что там ещё и плоды бывают. Раз, если хотя бы раз в пять лет будут плоды, то это вполне опрадовано. При том, что деревья миндаля, в Крыму есть деревья высотой 15, есть старые миндали возрастом там 150-200 лет и высотой 15-20 метров. Это помрачительная картина. Там, вот, Крым запоминается именно. В парке Чаир распускаются розы, в парке Чаир зацветает миндаль. Вот, это аромат миндаля. Персиковое вот такое вот цветение крупное. У него, как у персика, крупный цветок у миндаля, крупнее даже. Вот, приближается к цветку яблони или айвы настоящей розовой. И когда это всё облако, вот сейчас у него фаза активного роста. Интересно, когда он остановится. Мы здесь с соседями поговорили, хотим полностью заменить, убрать сумахи. Посадить здесь фисташку вместо сумахов и миндаль, и хурму в Ургинскую. Это будет самое топовое такое, чумовое озеленение. Лучший конкурс, лучший Брестский двор. Вот, пятизвездочный такой. То есть, у нас здесь уже есть черешня, груши, яблоки, классический набор. Всякие сливы, алычи. И здесь вот, к хвойным, к этим вот, туемы, магнолия, миндаль. Ну, вот это вот Прага, насколько я её помню. В хорошем смысле. Что вот, ну, чехи садоводы знатные. И это же напоминание о таком сухом субтропике, как Крым, Симферополь тоже, ближайшее. То, что вне всяких там событий, политик там. Это наше садовое будущее, это садоводство. Это садовая картинка третьего тысячелетия. Вот, для Беларуси. Я хочу её видеть такой. А вы как считаете, мы можем это сделать? Давайте вот в эту сторону посадим миндали, посмотрим. Пишите свои комментарии, что у вас с миндалём. Как мне будет очень интересно. Всего-всего хорошего.